Ну и я возвращаюсь к вчерашнему выступлению Павла Мартуляшина. Вот он рисовал какую-то схему, да? Значит, рамки, позиции. Называл это схемой. Сам этот процесс он называл схематизацией. Есть у нас понимающий, мы выступали вчера как понимающий, он говорил, что есть процесс понимания определенный. И вот меня, например, волновал вопрос, на который я, конечно, знаю несколько гипотез ответа. А вот в результате, например, такой коммуникации у понимающего возникает схема. Вот этот процесс, который красный такой резиночкой обозначен пружинкой, это процесс схематизации тоже происходит или нет? А вот с действительностью как это соотносится? Вот есть какой-то мир за пределами этой схемы, он описывается вот этим рисунком, так скажем. Видите, я уже не использую слово схема. Откуда он берется? Где возникает тот образ, который наносится на флипчарк? Может быть, схема это как раз то, что возникает в голове сначала, а не на рисунке? Или, может быть, схема это то, как нужно рисовать? Как нужно рисовать? Не сама схема, а то, как рисовать. А может быть, знаете, может быть, схема это все? То есть и то, что можно рисовать, и то, как нужно рисовать. А на флипчарте действительно у нас остается рисунок. А самая главная схема в голове. И если мы будем задумываться об этом, то мы зададим себе вопрос. А какой процесс мы назовем схематизацией? То, когда человек рисует, или весь, когда есть то, что в голове, и рисуешь то, что из головы. Или мы возьмем и коммуникацию, которая происходит в это время, тоже. И, в общем-то, я бы с вами не торопился присваивать вот этот ярлык, понятие схематизации тому, что мы делаем, когда мы рисуем. Потому что, как я показываю сейчас вот в этом ролике, сам процесс схематизации, он гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!